Всем привет! Это Миша и время американских новостей. Главной новостью за неделю стало то, что Байден сдержал свое предвыборное обещание и распорядился списать студенческие долги. Значит, списано будет до 20 тысяч долларов тем, кто зарабатывает в год в пределах 125 тысяч долларов. Значит, фактически мы говорим о тех людях, которые получили высшее образование и работают, ну, либо учителями, либо, ну, может быть, медсестрами, потому что медсестра в Америке должна иметь высшее образование. Ну, а также сюда попадают все те бесконечные перекладыватели бумажек, которые имеют степени в духе Baker of Arts, вот, различные, значит, социологические, культурологические и прочие степени, которые потратили деньги, да, взяли кредит, получили абсолютно бесполезный диплом и теперь, ну, имеют некоторые сложности с выплачиванием кредита. Хотя, опять же, эти кредиты, ну, скажем так, не то чтобы прямо огромные, да, то есть, я расскажу подробнее вообще про, ну, и ситуацию и свои взгляды на тему бесплатного высшего образования, а они не очень, скажем так, это бесплатное высшее образование поддерживают в отдельном видео, оно выйдет где-то в течение недели, я его уже записал, вот, так что подписывайтесь на канал и тогда вы его увидите и, наверное, поставите мне дизлайк. Вот, но, так или иначе, вот, говоря об американской, скажем так, новостной повестке, я хочу процитировать Рона де Сантеса, губернатора Флориды, который довольно четко выразил оппозицию Байдену по данному вопросу. Несправедливо заставлять водителя грузовика платить кредит за человека, получившего докторскую степень в области гендерных исследований. Это не честно, это неправильно. Целиком выступление де Сантеса можно посмотреть по ссылочке, я ее положу туда в описании к видео, ну, правда, на английском языке, но сказал он, мне кажется, довольно четко, и я с ним по этому вопросу согласен. Следующей громкой новостью стало заявление Энтони Фаучи, так называемого доктора Фаучи, ну, почему так называемого, он, конечно, действительно доктор, но последние много-много лет он уже чиновник, да, он с 84-го года руководит институтом аллергии и инфекционных заболеваний в США. И вот на этой должности он, как бы, стал известен, ну, на самом деле он был известен, но вот, скажем так, широкой публике, может быть, за пределами США он стал известен именно во время эпидемии коронавируса. Вот так или иначе, Фаучи сказал, что он уходит в конце года, и на самом деле, скорее всего, это просто, ну, попытка уйти красиво, потому что если республиканцы получат власть, а они, скорее всего, ее получат, то вполне вероятно, Фаучи ждет, скажем так, некоторые вопросы относительно его деятельности. В одном из предыдущих видео я говорил о Поле Пелоси, муже спикера нижней пилоты парламента Нэнси Пелоси, так вот, Пол Пелоси попал в пьяное ДТП по своей вине, разбил Порше за сто с чем-то тысяч долларов, вот, и прошел теперь суд, он признал себя виновным, суд его приговорил к пяти дням, тюрьмы, но поскольку он там два дня отсидел, когда его арестовали, ну, после аварии, это ему зачли, два дня куда-то там еще испарились, и в итоге он один день даже проведет не в тюрьме, а за общественными работами. Ну, он там кому-то должен будет что-то выплатить, понятно, да, но для миллионера это, в общем-то, наверное, не наказание. Так что, если вы устраиваете пьяное ДТП на машине, которая стоит больше ста тысяч долларов, ну, вам погрызят пальчиком. Вот так это здесь работает, и, наверное, не только в Америке, оно похожим образом работает, к сожалению. Теперь новости из истории с движением БЛМ, ну, вернее, не с самим движением, а протестами, вот. Вот, наверное, ну, все вспомнят Джорджа Флойда, да, его смерть, она как бы спровоцировала протесты. Но было еще несколько людей, которые тоже погибли примерно в это же самое время, и, скажем так, чья гибель тоже, ну, вызывала, может быть, локальные протесты, но вызывала их. И первая из этих двух людей это Бриона Тейлор. Она, если не ошибаюсь, была парамедиком или что-то типа того. Вот, ее бойфренд, по-моему, был связан с наркомафией. Была ли она связана с ней, вопрос не очевидно. Так или иначе, к ним вечером в дом ломились, там, вроде бы, ее бойфренд начал стрелять, полиция стала стрелять, в общем, ее застрелили. Значит, сейчас идет суд над полицейской, которая сфальсифицировала документ, на основании которого был получен ордер на обыск. И да, она признала вину, ей грозит, ну, в отличие от Пола Пелоси, до пяти лет тюрьмы. Вот, и, скорее всего, она действительно что-нибудь да получит. Но да, сотрудница полиции сфальсифицировала документ, на основании которого ордер был получен. Понятно, что она, может быть, ну, естественно, не хотела, чтобы это все так закончилось. Но это закончилось так, это всплыло. Скорее всего, в ином случае просто про это бы никто не узнал. И вот она теперь отвечает перед законом. И, с другой стороны, в Джорджии, значит, там тоже в 2020 году был убит афроамериканец полиции. И тоже, ну, как-то это вызвало некоторые протесты. Афроамериканца звали Рейшард Брукс. И тут с полицейских были сняты все обвинения. Почему? Ну, потому что их действия были призваны легитимными. И, в принципе, мне кажется, как бы для меня это было очевидно с самого начала. Человек был пьяный, за рулем. Он заснул на, ну, вот, знаете, как МакАвто, да, как бы автомобильная очередь в фастфуд, да, вызвали полицию. Он стал от полиции убегать. Полиция пыталась его задержать. Он отобрал у полицейского этот электрошокер. Попытался убежать с ним. Полиция стала стрелять. Ну, значит, следствие установило, что никаких нарушений в поведении полиции не было. Обвинения сняты. В Диснейленде решили немножечко отменить Уолта Диснея. Значит, на ежегодной церемонии, приуроченной, ну, годовщине открытия парка, вот, на протяжении 67 лет, зачитывали, ну, речь, которую Уолт Дисней сказал при открытии парка. В этом году эту речь убрали. Я не знаю, почему, как бы, официальных каких-то комментариев Дисней не предоставил. Но, по всей видимости, хвалебные слова в адрес Америки сейчас среди прогрессивного американского общества воспринимаются недопустимыми. И вот, видимо, по этому цитату Уолта Диснея убрали. И вот, что крамольного он сказал. Всем, кто приходит в это счастливое место, добро пожаловать. Диснейленд – это ваш парк. Здесь пожилые могут пережить приятные воспоминания из прошлого, а молодые – почувствовать вызов и перспективы будущего. Диснейленд посвящен идеалам, мечтам и неопровержимым фактам, которые создали Америку с надеждой, что она станет источником радости и вдохновения для всего мира. Спасибо. Вот такая речь. Что в ней было крамольного, я, честно говоря, не знаю. Но вот, видимо, в Дисней посчитали, что хвалить Америку больше не политкорректно. Ну и теперь несколько новостей попроще. Значит, в Хьюстоне женщина праздновала день рождения в ресторане, пришла к машине, в ее, за дверью, как бы, за ручкой была какая-то салфетка. Она за нее взялась, почувствовала потом себя не очень хорошо. Вот, не знаю. Говорят, что, возможно, это какой-то яд, которым пользуются похитители. То есть, ну, когда хотят кого-то похитить. Ну, так или иначе, анализ ничего не показал. Ну, может быть, как говорится, она просто переволновалась. Другая новость. В Нэшвилле, штат Теннесси, прошел протест организации PETA. Ну, это люди за гуманное обращение с животными. Вот, протест был таким. Они пришли в какой-то местный Старбакс, перегородили, как бы, въезд к нему, залили свои ноги цементом и стояли с плакатами, против чего они протестовали. А дело в том, что в Старбаксе, когда вы покупаете кофе, если вы хотите заменить обычное молоко на молоко растительного происхождения, вам надо доплатить 50 центов, доллар, ну, в такого порядка сумму. Причем, что сам кофе там стоит, наверное, долларов 6-7. Я давно не покупал там ничего. Но, кстати, когда я покупаю там кофе, я как раз-таки часто покупаю его именно с веганским молоком. не потому, что я веган, а потому, что мне просто нравится миндальное молоко, а обычное молоко мне не очень нравится. Так что, казалось бы, я как потребитель должен поддержать протест, но, по-моему, это все бред. Не нравится, не покупайте, проголосуйте, что нравится, рублем. Ну и последняя на сегодня новость. На Нетфликсе вышел документальный фильм о жизни Джона Макафи, и в нем его бывшая подруга заявила, что он жив и теперь предыстория. Почему он вообще должен не быть жив и кто такой Джон Макафи, если вы не знаете. Джон Макафи это американский программист, бизнесмен. В свое время он открыл фирму Макафи, которая выпускала антивирус Макафи. Он довольно давно ее продал и как бы сейчас этот продукт выпускается под тем же именем, но с ним никак не связан. Вот он известен своими, ну скажем так, либертарианскими взглядами и, скажем так, не только теоретическими, но и практическими, а именно, значит, оружие, наркотики, женщины, уклонение от уплаты налогов, Куба, Белиз, бегство в Испанию, арест по требованию США, шанс экстрадиции. Ну и, собственно, после того, как его должны были экстрадировать, он повесился в камере, при этом он до этого много раз говорил, что он не планирует окончать жизнь самоубийством в тюрьме, и вот сейчас говорят, что якобы он подкупил кого-то там в Испании, его смерть была сфальсифицирована, и на самом деле он укрывается где-то в Техасе. Я не думаю, что на самом деле это правда. Мне кажется, что, к сожалению, он, в общем-то, погиб. Но, с другой стороны, я бы не сильно удивился, если бы эта история оказалась правдой. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, пока!